Все говорят, Тимати это, Тимати то, Тимати здесь, Тимати там, Тимати это я. Следующий фильм это рассказ о том, что из себя представляет моя жизнь на самом деле. Тимати, Тимати это суббота, воскресенье, понедельник, так я правильно понимаю? Нет, это воскресенье, понедельник, вторник, что можно сделать, я не знаю, но проблема в том, что нет. Нужно сейчас не снимать. Давай завтра думать я не могу, сейчас я не хочу об этом сейчас думать, реально. У меня нет однозначного решения этого вопроса, у тебя оно есть, я знаю. У меня нет, у тебя есть, я не знаю как сделать, ты знаешь, и ты сделаешь. Я даю концерты за границей, я даю концерты в Америке, собираю площадки большие в Европе. Я сам об этом постоянно думаю и мне сложно как бы все это на самом деле до конца осознать и охватить. Проект у тебя сведен, тебе нужно будет в проект только вокал поставить, правильно? Ну я не знаю, ты сам смотри, это твой проект. Но по-моему, по-моему, он тут звучит очень стрёмно. У тебя послушали, я прям сразу рожу скорочу. Мы вместе с Пашу создали компанию, сделали лейбл. Наша цель это помогать, приводить на рынок новые имена и помогать реально талантливым пацанам и девчонкам развиваться, двигаться, становиться популярными. Мы являемся своеобразным лифтом, то есть мы берем, грубо говоря, продукт в виде артиста, вставим его в лифт, угадываем, комбинируем, нажимаем пентхаус, он приезжает в пентхаус. Смотри, смотри. Но я должен сам образовать команды, мы можем только где-то там один раз, второй раз познакомить, помочь. Я считаю, что когда у нас в компании будет три-четыре супер крупных артиста, это будет фактически непобедимый лейбл. Это и есть цель, я хочу как можно больше на рынок привести новых крутых имен. Где-то на высоте снять, можно вообще, если был вариант, на Москву-сити, куда-то залезть, на крышу туда нашу строить. Я вам сейчас не нужен для творческой части, я уйду, вы когда закончите, точно определите. Смысл в том, что выходные мы должны его снять. Я хочу взять как можно больше молодых талантов и сделать из них полноценных звезд, чтобы они могли сиять не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Для меня важно на лейбле иметь не только единомышленников, не только суперталантливых людей, но еще и нормальных персонажей с точки зрения человеческих качеств. Но ты со своей стороны должен сказать, что, дружище, смотри, то, что ты сейчас делаешь, как бы, ну, никто в компании тобой не доволен. Я могу в один момент просто, как бы, ну, твою судьбу прекратить просто взять и сказать, слушай, мне эти капризы не нужны, мне слабаки в компании нужны. И просто, как бы, откусить тебя. Я тебе даю последний шанс, я вижу, что ты перспективный парень, что ты многого можешь добиться. Я реально знаю, что ты можешь это сделать. Есть такие вещи. Ты должен очень много работать и очень там, ну, как бы, и немножко уже дать данных. Поэтому очень важно, какой ты как человек, какой у тебя посыл, какая у тебя энергетика, какой у тебя месседж, соответствует ли ветви твоей идеологии нашей миссии. Двигаешься ли ты с нами в одном ключе? Уважаешь ли ты ценности спорта? Уважаешь ли ты порядочность? Уважаешь ли ты благородство? Хочешь ли ты добиться успеха? Хочешь ли ты поменять этот рынок? Хочешь ли ты смотреть открытыми глазами в будущее? И если ты тот человек, который отвечает «да» на все заданные мною вопросы, то мы те, кто сможет поднять тебя на качестве на другой уровень. А кто отвечает? Отвечает человек, который Алексей. Алексей, откуда он знает? Ему надо предоставить что? Откуда он может знать? Он должен общаться с человеком, который отвечает. С каким человеком? Это звукорежиссер. Звукорежиссер чей человек? Не мой, точно. Ты привел звукорежиссера. Его найти, кроме тебя, никто не может. Вы можете куда-нибудь все исчезнуть? Сегодня вечерний орган. Мои пацаны репетируют. Я иду по музыкальному зову. Это финал. Там. Да. А где соло-место? Боча дает. У меня один раз выдолбил так ухо, я потом не слышал одним ухом. Недели две. Недели две у меня просто, знаешь, такой… У тебя места уже не осталось живого на теле. Да. Вот тебе и на эту, и на ту. Ты только это самое, в этот раз поухаживай хотя бы. Да, хорошо. Да что хорошо, ты никогда не ухаживаешь. Что это? Ну, это то, что можно использовать материалы. Просто сейчас я подпишу от себя, потом они начнут копаться и еще запутаться. Саня, разбуди меня через час. Иногда приходится по два часа спать, по три. Иногда вообще не сплю. Здесь мы вниз уходим до 16. Когда ты сам босс, ты сам можешь решать, когда тебе и что делать. Ну и ответственность увеличивается от этого еще больше. Так ты вроде делаешь свою работу, в конце месяца получаешь зарплату. А тут все зависит от тебя. Слышь, это самое, у меня дело в тебе есть. Я тебе скину сейчас реквизиты банковского счета, Сбербанка. Ты завтра на этот счет положишь 1000 долларов. Можешь взять у меня и сейчас на суде, на самом деле. Саня, где может быть соль? Все. Вот этот вот лид поменяй, вот послушай. Вот этот вот. Точно готово? Да? Давайте. Раньше я ехал до Парка Победы на метро. Выходил, вытаскивал из рюкзака доску и ехал сюда на четырех колесах. Теперь мои четыре колеса, как те, что со вкладышей и жвачки турбо. Знаешь, много изменилось. Моя жизнь изменилась. Но вот своим привычкам я остался уверен. Я достаю скейтборд и снова качусь куда-то в детство. Я чувствую себя таким свободным, не скованным никакими обязательствами. Меня часто спрашивают, жалею ли я о чем-нибудь. Я ни о чем не жалею, за исключением своих ребят, которые так рано ушли из жизни. Никто не знает, сколько нам отведено здесь. Поэтому я свой каждый день стараюсь прожить не зря. Мне на самом деле хочется сделать невероятный беспрецедентный проект для России. Мне хочется реально сделать крутую многофункциональную студию по уровню, ничем не отстающую от топовых нью-йоркских студий по звуку и по наполнению аппаратуры. Ребят, ребят, смотри, все очень просто. Ход там, ресепшн там. Дальше пошла комната отдыха. Просто непонятно делать два яруса. А вот эта вот высокая часть остается полностью. Вот их произвольный, блин. Конечно, нам же нужно... Как в лоб, такие вот, да? И покрытие чем-то, грубо говоря, там помягче, чтобы не получить сидеть. Такая тоже, чтобы лестница тоже была. Мы сейчас планируем именно свой проект. Я занялся строительством своей студии с нуля абсолютно, как говорят, from the scratch. Вот, с чистого листа. С акустическим планированием, с полной линейкой оборудования, с просчитанной вокальной комнатой с ни одной, то есть с продакшн-румами. Это огромный проект. Проблема в том, что сразу с этого канала скопируют клип все, и скопируют контакт, скопируют YouTube. Это будет... Меня послушай. Нету, нету ни одного, нету ни одного проигрывателя в интернете, меня послушай телефон, который нельзя сломать. Я тебя понял, я тебе перезвоню через 15 минут. Я запустил линию одежды Black Star Wear, магазины Black Star Shop по всей России, за ее пределами. Мы планируем вырасти в следующем году до 150 точек в России, через три года в сеть в 300 точек. То есть это большая полноценная сеть. Производство уже мы перевели за границу, то есть в России мы практически ничего не делаем. А идеи для коллекции я черпаю по всему миру, и в Париже в том числе. Люди пишут нам на ящик, что бы они хотели видеть, какие фасоны. Пишут о недостатках одежды. И мы постоянно работаем. Мне очень важно то, что вы присылаете, мне очень важно ваше мнение, потому что я обрабатываю их, и исходя из них делаем мы коллекцию. Заход охуенный. Вторую строчку, может быть, поправить? Давай. Еще разочек послушаем. Давай. Все, это можно оставить. Не, ну насчет того, что это виза, вот это говорит, это нет. Я понял, что типа виза, виза я... А, ты имел в виду карту. Карточка, конечно. И пару строк поменяем, я начну писаться. Планов очень много. И самых ближайших и главных приоритетов это концерт 29-я Крокус Сити Москва. Я делаю что-то особенное для своего города и делаю что-то особенное в своей карьере, так как впервые на рубеже 30 лет я я собираюсь подытожить те 10 лет, которые я провел на сцене. И хочу их подытожить этим большим концертом. Это серьезная, стилизованная, абсолютно европейская картинка. Мощный звук, продуманный, большой расширенный состав Black Star Band. И крутой материал последних десяти лет. Пришел момент в жизни поменять И новые вершины покорять А ты мне так круто говорить прощай Я уеду жить в Лондон Я уеду жить в Лондон Я уеду туда, где большая вода Может быть навсегда Я уеду жить в Лондон Но с 30-го числа у нас останется ровно 20 дней Еще надо понять все эти склейки Ты для меня свет Это мы с тобой должны собраться отдельно На этой неделе точно В любое время Давай сладкий Сладкий Суит Суит У меня было миллион шансов переехать жить в Париж, Лондон, Нью-Йорк Хоть даже в Токио В любую точку мира Но я остался здесь Потому что мне нравится Москва Дружба она чаще всего Корнями уходит в детство Дружба она как фундамент Дружба она как основа Именно благодаря нашей дружбе Мы смогли воплотить все наши мечты в реальность И двигаться вместе Спина к спине Как и 10 лет назад, так и сейчас Пошел Иди сюда Посмотри, пожалуйста, на стол На столе стоит водка Карнел говорит, что я с ней снимаюсь Ты с ней снимаешь? Здесь сто человек до стола Ты же ее сам не пьешь Я не хочу с водкой сюда Мотор Мотор Идет все Камера идет И музыка Музыку Чтоб более клубное настроение Меньше стробоскопа Меньше стробоскопа Скорее, 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 скорее Шаг вперед Скажи, чтобы не сутулилась Карнелла Карнелли Если есть фильм А фильм у нас будет И фильм будет по всем Он сыгран не как комедия Он фешенебельный Он хорошо сыгранный Он с яркими Он сегодняшним Он сегодняшним Значит, его что нужно сделать? Только подтолкнуть Мои цели это Привнести как можно больше Русского self-made продукта Вывести его на международный уровень И сделать его Абсолютно равноценным В Америке В Азии В Европе То есть, моя цель Это Переломать стереотипы И приукрасить Чтобы Россия могла гордиться Своими героями На Западе Привет, Тим Привет, все хорошо Как дела? Окей Я просто пришел из Амстердама Потому что ты знаешь Пашу был в Амстердаме Да, я видел Ты видел Пашу? Я видел Пашу Я видел видео с Дэвидом Я видел Все Ты знаешь его? Нет Ты знаешь его? Привет Я видел Я не заметил Тимоти Здорово Что случилось? Европа Мы уже здесь Хорошо закрепились Потихонечку Начинаем Азию И работаем над Америкой Смотрим вперед Сейчас Удачи В машин sized Я снимаю Я снимаю Я снимаю Я снимаю Я снимаю Так получилось в жизни, что у всего есть своя цена. Я думаю, что мы, артисты, находящиеся в сфере интертеймента и развлечений, платим двойную цену. Мы прощаемся со свободным временем. Мы частично прощаемся с друзьями, с личной жизнью, с отношениями. Не то, чтобы кто-то жалуется и говорит, что это плохо, просто это данность, которую не все видят, далеко не все чувствуют и знают. Не каждый знает, что мы не спим по ночам и днем не спим. Думаю, все видят только положительную сторону, как видеоклипы, презентации, концерты, списки Forbes, кто сколько заработал, у кого что, где и как. Знаешь, моя работа – это в первую очередь, наверное, работа над собой. Это ежедневный труд, ежедневная борьба не с окружающим миром, а исключительно с самим собой. Потому что я всегда привык видеть главного врага и виновника своих проблем в отражении зеркала. И это очень важный момент. Каждый мой новый день – это поединок с самим собой. Я сам выбрал этот путь. Я знаю, как и куда я иду. Только вот теперь цели немножко изменились. Если раньше во главе стола стояли материальные блага, то теперь я мыслю гораздо шире. И другими совершенно руководствуюсь понятиями. Я смотрю на этот мир открытыми глазами. Я смотрю вперед, в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok